Привет, друзья! Что такое выход из тупика? Ключ – это выход из тупика. Вот у вас есть переживание. Допустим. Переживайте, переживайте. Но на фоне повторяемых действий, самых простых, которые вы себе подбираете. Дети так делают, шортай-болтай, повторяемое действие. А если вас трясёт, это тоже повторяемое действие, только на высокой частоте. Тряситесь. Подбирайте то, что вам подходит. Повторяемое действие. Кто-то жвачку жует, кто-то ходит туда-сюда по комнате, размышляя о какой-то проблеме. Почему он так делает? А потому что повторяемое действие снимает напряжение. А почему человек переживает? Вы задумывались вообще об этом? Почему человек переживает? И почему это называется негативные эмоции? Потому что они забирают больше всего энергии у мозга. Старят вас. Переживают. Поэтому они сопровождаются неприятными ощущениями. А почему? А это индикаторы энергорасходов. А теперь послушайте меня внимательно. Почему человек переживает? Например, он собирается на выступление своё. Или там на экзамен. Я вам сейчас такие вещи буду говорить, да, от которых вы просто будете сразу просветляться. Потому что все пазлы сойдутся. Конечно. Потому что, когда человек переживает, он моделирует, моделирует на уровне сознания, бессознания, варианты событий. Пытается найти выход. Например, готовится к экзамену. И вот трясёт нервная дрожь. Почему? Потому что, когда он прокручивает в голове возможные варианты событий, а прокручивание происходит быстрее, когда у него напряжение выше. Это взаимосвязанные вещи. И так работает мозг. А я как раз учу вас понимать, друзья, кто ещё не понял, кто ещё не посмотрел наши ролики, не посмотрел нашу модель работы мозга, самый лучший в мире, самый метод ключ в лучшем мире, потому что нет ничего проще и эффективнее. Найти выход из тупика. Когда вы переживаете перед чем-то, перед самолётом, свиданием, экзаменом, перед важной встречей с работодателем, неважно что, когда решаете любую задачу, нет ничего проще продолжать переживать, но на фоне повторяемого действия, которое снимает напряжение автоматически. А почему человек так делает инстинктивно? Почему его трясёт? Почему он ходит туда, чтобы гулять? Это же инстинкты ему помогают. Он просто не знает, он пытается блокировать себе это переживание, пытается думать о хорошем. Да не надо думать о хорошем. Надо выпустить парк. Надо думать, о чём думается. Пустить мозг на самотёк, делать наиболее комфортное, повторяемое действие, которое вы подбираете по принципу ключа, по максимальной комфортности, по максимальной простоте. Что организм сам подсказывает. Делайте это. Да, и через несколько минут негативные переживания переходят в позитивные переживания. Естественно, автоматически, так устроена наша природа. Поэтому деньги, я деньги говорю, когда вы ищете деньги, вы нервничаете. Дети, когда о чём-то переживают, переживают. Когда вы хотите дом построить, вы же думаете, где деньги взять, как дом построить. Вы же переживаете. Так возьмите и просто делайте, как дети. Дети делают, шалтай, болтай, повторяемые действия, продолжая переживать их. Никто этому не учил. Это инстинкт подсказывает. Почему я и говорю, почему человек переживает. Потому что он прокручивает, то есть моделирует это событие, многократным повторением пытаясь найти выход из тупика. Допустим, утрата тяжёлая. Допустим, он заболел. Допустим, поссорился с кем-то. Он пытается найти выход. И когда большое напряжение, прокручивание быстрее, но там есть опасность, зависание. И он завис, как компьютер. У искусственного интеллекта этого нет. Потому что он зависает, потому что доминант, она обрастает сразу. И сосудистыми делами, и эндорфинами, и андреналлами, и прочее. Он зависит всё время, думает, и думает, и думает, и думает, пережёвывает эту жвачку. Переживание. То есть многократно производит моделирование в голове этого события. Быстро, быстро, быстро. И зависает. Значит, надо освободиться от зависания, чтобы увидеть выход. Чтобы увидеть свет в этом туннеле. Видите, как всё просто. А освобождение от зацикленности в этом круге, в этой раковине, зависание, в этой проблеме. Это же теорема Гёделя в математике. Что на одном языке можно сформулировать задачу, которую средствами данного языка решить невозможно. Надо выйти оттуда, чтобы посмотреть сверху. Тогда эта задача с этой высоты уже не задача. И человек поэтому перед экзаменом, перед самолётом прокручивает, переживает, переживает. Как же найти выход? Потому что он зависает на негативном ожидании ситуации. На негативном ожидании ситуации. Вот мы недавно говорили с человеком, который грозу пережил в самолёте. Самолёт сделал вынужденную посадку, теперь боится летать. И как мы освободимся от того, чтобы бояться? Как вот это переживание? Он не спит уже. Вот два дня не спит, потому что ему лететь. И причём этот полёт много-много часов занимает у него. Работа у него такая. Так я ему сказал, переживай. Он говорит, как переживай? Я как раз пытаюсь по советам психологов всевозможных. Я все техники там выучил. Ничего не помогает. Спать не могу. Давление растёт. А мне лететь. А у меня с этим работа связана. Семья, дети и прочее. Переживай. Но на фоне повторяемых действий. Какой твой организм тебе сейчас подсказывает? Он говорит, трястись. Я говорю, ну трястись, мать твою. Нельзя так. Ну, чтоб дошло. Ну уж извините. Мужик вот так. Ах, ах, ах. Как нехорошо. Но то, что я говорю, важно. Я хочу, чтобы это пробило. Чтоб вы поняли, что самое простое и самое эффективное в мире метод, ключ, одним из упражнений которых является то, что делают дети, шалтай-болтай. Своей женой не задумывайся. Они переживают и делают, шалтай-болтай. То есть они снимают лишнее напряжение. Чтобы муж не зависал на ожидании негативного исхода ситуации, как при ожидании экзамена или самолёта. И вот этот человек продолжает переживать, представлять, как он садится в самолёт, как самолёт падает и так далее, и так далее. Но на фоне вот этого повторяемого действия, потому что он сказал, да, мне это подходит, я могу это делать, переживает, 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 переживает. Через пять минут сел и говорит, слушай, пофигу стал, а что такое? Как ты это делаешь? Я говорю, не я делаю, это закономерность работы мозга, которых люди просто не знают. А вы знаете, потому что вы школа, человек будущего. Вы знаете, как трансформировать негативные переживания в позитивные, сопровождая эти переживания повторяемыми действиями. А теперь вспомните метод Шапира. Глазки туда, глазки туда, глазки туда. А теперь вспомните маятник. А теперь вспомните старые методики гипноза. А, поняли, да? Итак, затверждаю, нет ничего проще просто не мешать себе снять лишнее напряжение, освободиться от зависания на ожидании негативного исхода ситуации. Это в процессе переживаний перед чем-то. Переживать. Но на фоне простейших, подобранных для себя повторяемых действий. Кому-то хочется трястись, кому-то хочется прессать, кому-то хочется бой с тенью сделать, кому-то хочется делать двигательные такие, плавательные движения, как будто как на лодке. Что нравится, то и делать. Несколько минут. И произойдет трансформация. И выйдет из негативного переживания в позитивное. Из негативных переживаний в открытие, вдохновение, потому что вы вырветесь из этого кольца повторяемого действия. за счет синхронизации духовно-ментально повторяемого действия, события, с телесным. Две свободы соединятся, и произойдет выход. Ключ – это выход из тупика. Продолжение следует... Продолжение следует...